Здравствуйте, уважаемые студенты! Рад вас приветствовать. Я предлагаю в связи с событиями в Кемерово, хотя бы сегодня 15 минут, помолчим немножко. Итак, сегодня мы с вами будем обсуждать больше математику, ну, собственно, математику вопроса. Начинается второй большой раздел в семестре на лекциях, связанный с графами. С теорией графа. Сегодня я сделаю большое введение, дам определение. Я почитал, в этот раз немножко освежил в памяти, некоторые вещи я называл не так. В прошлом году, в прошлогодних лекциях, я называл их не совсем корректно, то есть слово употребление не совсем точное, а это все-таки многое значит. Поэтому, если вы будете смотреть видеозапись вдруг, то вы не удивляйтесь, она будет отличаться от конспекта, и сегодняшняя лекция правильнее, чем прошлогодние, чем прошло прошлогодние лекции моего теории графа. Итак, да, и я решил перебросить, что все, что связано уже там с алгоритмами, связанными с графами, сами алгоритмы, уже начать там, на следующей лекции. Дай бог к нам успеть всю математику вопроса. Итак, граф, что это такое? Значит, ну, график, да, теория графа. Конечно, то, что я рассказываю, это элементы дискретной математики, и я не могу вот здесь, вот как человек, не являющийся математиком, я сам фоб, и математику, конечно, я проходил, естественно, везде, ну, вот дискретной математикой я не проходил отдельно курсом, вот, и все это я изучал уже самостоятельно, по выпуске, в процессе преподавания уже, по необходимости, поэтому я заранее прошу прощения, лучше бы обратиться к Айгородскому по этим вопросам, вот, связанному с теорией графа. Вот, ну, может быть, я вас немножко заинтересую этой темой. Итак, что такое граф? Давайте начнем с неформального определения. Мне кажется, тут очень многое может дать. Вначале неформальное определение. Давайте нарисуем, сейчас будет определение, вот тут вот я тире напишу. Да, но для начала давайте неформально. Придумал их Эйлер, решая задачу у Кенигсбергских мостов. Кенигсберг, это ныне Калининград. Значит, там раньше было столько мостов. Когда я рассказывал это школьникам в Фоксфорде, они сказали, что теперь вот эти вот два моста, и вот эти два моста, гнины в один, пристроено, называется, кажется, Московское шоссе. Я не знаю точно, но от этого на самом деле интересно, что суть задачи от этого не меняется. В произвольной точке находится путешественник, допустим, Леонард Эйлер, и он хочет совершить некое путешествие по этим мостам, при этом он хочет договориться так, что ни один мост, он не будет переходить дважды. Понятно? Ни один мост нельзя переходить дважды. Как упростить эту задачу? Хотя я здесь нарисовал нереальную карту Кенигсберга, но все равно здесь много лишней информации. Много лишней информации. В частности, размеры какие-то острова, их взаимное расположение, это все для решения задачи информация лишняя. Начальная точка и конечная точка путешествия должны совпадать. Но откуда начинать можно? Все равно. Чтобы легче воспринимать эту задачу, ее надо упростить. И вот Леонард Эйлер придумал следующее упрощение. Он нарисовал остров, свел в точку, мосты свел вот в такие палочки. Естественно, что нарисовать их отрезками не получится принципиально, потому что тут вот, я скажу слово, топологически. То есть топологически тут должно быть две палочки, не одна. И, соответственно, еще одна вершина обозначает вот этот берег, да? Берег, берег, остров, остров. Раз, 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 раз. Все, да? Ну и последнее. Мне так и подмывает сказать это слово, пора его сказать. Ребро. То есть, короче говоря, каждый остров и берег сводятся к вершине. Вот эти точечки, это вершины, а вот это ребра. Понятно? Это вершина, а вот это ребро. Это ребро. На этом графе можно сразу подумать, а как можно оценить и понять, или доказать даже, что это невозможно. Невозможно на этом графе совершить путешествие, так называемый Эйлера в цикл. Невозможно его совершить. Но давайте сейчас вернемся к этому чуть-чуть позже, когда я дам основные определения, чтобы я мог спокойно разговаривать на языке теории графа. Итак, что такое граф? Граф это пара, ну давайте я сразу наживую, граф Ж. Это, а еще называют его неупорядоченный граф. Неориентированный, прошу прощения, неориентированный граф, но это сейчас скобочка, потому что потом я покажу ориентированный. Просто граф Ж или неориентированный граф это упорядоченная пара, пара множеств, пара множеств, ВЕ, упорядоченная пара, то есть важно какое множество здесь какое, в этом смысле упорядоченное. Что такое В? это вертексы или вершины, множество вершин, где, вот я запятую лучше тут поставлю, по правилам, и по графике, вот запятая в конце строки, они вначале, где В? это множество вершин, а Е это множество неупорядоченных пар этих вершин, неупорядоченных пар вершин В, принадлежащих В. Нельзя, чтобы в этих парах рёбер была какая-то вершина, да, вот какая-то вершина, принадлежащая одной из пар множества Е, которой нет в множестве В. Или, короче говоря, у графа не может быть какое-то ребро, у которого вершин нет, ну, как ГЭ, вершины не принадлежат этому графу. Понятно? Уж если эта дорога, грубо говоря, находится на балансе у города, ну, или там, у этого государства, которому принадлежат этот граф, то вот эти вот вершины должны тоже постоять на балансе в графе. Понятно? Ну, это так, грубо говоря. То есть ребро без вершин включать в граф нельзя. А вот вершины, кстати, без грёбер вполне могут быть. То есть вот вершина, которая там тоже есть, такая вершина может быть. Её можно назвать, кстати, условом изолированная вершина. Но про это, опять же, можно поговорить ещё отдельно. Но слово изолированная вершина несложно понять, да? Как изолированный посёлок, водами дороги смыло, половодие. Так. Двигаемся дальше. Значит, считается, что V и E конечные множества. Я не буду этого записывать. V и E конечные. Существуют, существуют бесконечные графы, где эти множества бесконечны. Но для них многие результаты, полученные для конечных графов, неверны. Поэтому про это дело нужно отдельно. Это расширение уже теории. Обычно это конечные, то есть везде, где мы будем обсуждать, это конечные. Итак, вершины и ребра также называются элементами графа. И вершины, и ребра. Соответственно, я могу как сказать, что некоторая вершина V принадлежит. В, да, там, ребро, E. Ребро часто обозначают одной буквой для удобства. То есть я имею право разговаривать о ребре, так, а как о конкретной паре. Причем очень интересная ситуация, да, что вот эти вот ребра, принадлежащие E edges, edges, это вертексы, это edges. Ребра. Так вот, значит, число вершин в графе, число вершин в графе, или вот это, можно сказать, норма множества V, да, ну, или, точнее, кардинальное число мощности того множества называется порядком графа. Это порядок графа. Вот. А множество мощность множества ребер называется размером графа. Размер графа. Далее. У каждого ребра, естественно, есть две вершины, да, эти вершины называются концевыми, ну, или просто концами. Я не знаю, не надо записывать, да, у ребра два конца. при этом ребро соединяет, говорят, что ребро соединяет эти вершины. И две вершины от этого становятся какими? Соседними. Я раньше использовал слово смежные, вы знаете, я не собираюсь от него отказываться, я буду говорить про две вершины смежные. То есть, если две вершины соединены ребром, то они смежные. Например, вот эти две вершины смежные или соседние, а вот эти две вершины не имеют общего ребра, значит, они не смежные или не соседние. Ну, в терминологии, которую я посмотрел, там называются смежными два ребра, у которых есть общая концевая вершина. То есть, ребра, они тоже бывают в этом смысле как бы соседними, да, но в смысле чего? Они смежные, у них есть, вот она, межа. Понятно? А вершины соседние. Ну, я все равно буду вершины называть смежными иногда тоже. Так, еще из маленьких определений, таких, которые даже записывать можно, наверное, не записывать. Кратные ребра. Лучше рисунок нарисовать. Кратные ребра. Да, это кратные ребра. Кратные ребра. Понятно, да? Еще один интересный случай. Петля. Опять, я не математик, если бы я был математик, от меня надо было бы ждать сейчас строгое определение, а я нарисую рисунок. Что такое петля? Это ребро, у которого одна и та же вершина является началом и концом. Ну, как бы, началом. У него нет начала. Они же не направлены. То есть, концом и концом. Обоими концами. Соответственно, граф без петель и кратных ребер называется простым. Простой граф. Вот это вот надо знать. Простой граф без петель и кратных ребер. так. Так. Ну и еще немножко для того, чтобы мы смогли обсудить задачу Илера как и вершин. Илера степень вершины. Степень вершины. Что это такое? Степень вершины. Или ее еще называют вот так. Дегри. Дегри. Вот конкретные вершины В. Степень вершины это количество ой, я же на слово забыл сказать. Это количество инцидентных ей ребер. Давайте запишем уже, а потом я скажу слово инцидент. Количество инцидентных ей ребер. Итак, между вершинами существует или не существует соседство, то есть они соседние. Между ребрами смежность, они смежные, если у них есть общий конец. А между вершиной и ребром отношение называется инцидентность. Инцидентность. Инцидент. Наверное, так это. Ну, пишется по-русски вот так. Инцидентных инцидент ностей. Это слово не очень часто употребляется, но чтобы вы знали и понимали смысл. Это просто знать, что вершина является концом этого ребра. Так, про изолированную вершину я сказал. А есть еще несколько слов интересных про вершины. Представьте себе граф, и у нас есть вершина, которая, ну, знаете, деревня, в которую идет одна дорога. Ну, я знаю такую деревню, вот одну из, на самом деле, таких деревень очень много. Вот, одна дорога туда, по другому нельзя, и там другие деревень нет. все. Такая вершина называется висячая, висячая вершина. Ну, я сейчас ее сотру, потому что мне нужен будет обратный граф. Это висячая вершина. вы там все намалюте маленький граф какой-нибудь, вот такой граф, рисуйте из трех вершин. Вот эта вершина, это висячая вершина. Она висит. Понятно? Так, что еще? Ее иногда еще называют листом. висячая вершина, она же называется словом лист. Слово лист у нас обязательно встретится, когда мы будем разговаривать о деревьях. Ну вот, я там буду различать пособенно. Так, давайте сотрем вот тут эту висячую вершину лишнюю, и вернемся к задаче окиньте первых мостах. Я, пожалуй, высоту перерисую заново, чтобы было покрупнее. Итак, вот граф, соответствующий Кингсбергским мостам. Давайте напишем рядом с каждой вершиной ее степень, степень соответствующей вершины. Итак, у этой вершины степень 3, то есть количество дорог, исходящих из нее мостов. Так, ревер инцидента данной вершины. У этой 3, у этой 3 и у этой 5. Есть такая лемма в теории графов о рукопожатиях. Она говорит о суммарной сумме всех степеней всех вершин, входящих в граф. В любой граф. Говорит так, сумма степеней всех вершин графа четная. Почему? Представим себе, что две вершины это два человека, которые совершают рукопожатие. Когда они совершают рукопожатие, каждый из них себе плюс один счетчик делает. И даже, пожалуйста, пускай кто-то из них жмет себе руки сам, но при этом он должен засчитать два раза, потому что он и раз, и два. Петля считается в качестве степени два раза. У вершина это ребро два раза туда и у этой вершине инцидент. Кратный инцидент входит. Итак, что получается тогда? Что каждый факт рукопожатия он два раза входит. То есть, по сути, сумма всех степеней равна удвоенному количеству ребер. Правда? То есть, каждое ребро где-то вошло раз, и в другую вершину вошло два. Все. Значит, клемма доказана, если ты так кратко говоришь. А теперь давайте вот о чем поговорим. Давайте начнем с любой вершины строить наш маршрут. С любой вершины начинаем строить наш маршрут. Я беру зеленый мел. Допустим, Леонард Тейлер столкнулся с вот этой точкой. С вот этого вот. И допустим, он пошел сюда. Вот остановимся. Больше он пока никуда не и что произошло. У меня есть начало маршрута, есть конец маршрута. Да? И что у меня получается? Я могу сказать, давайте по этому мосту раз больше ходить будет, нельзя. я его как бы вычеркну из графа. Что я буду рассматривать? Я тем самым строю уменьшенный граф. Граф, в котором чего-то нет. Какого-то ребра нет. Кстати, говоря, так на заметку можно сказать, что такое подграф. Подграф это подграф это в первую очередь подграф это граф. Подграф это граф, да, в котором V является подмножеством V, E является подмножеством E. Ну, или, короче говоря, подграф это граф, в котором множество вершин является подмножеством множества вершин оригинального графа, а множество ребер является подмножеством множества ребер оригинального графа. Долго говорит полное определение. Смысл понятен, если выкинуть некоторые ребра и выкинуть некоторые вершины. Но надо понимать, что сам граф является собственным подграфом, как само множество является собственным подминожеством. Кстати, еще один интересный вопрос. А по определению пустой граф существует? Да. То есть, как существует пустое множество, существует пустой граф. Понятно? Ничего страшного у него. Пустое множество в качестве множества вершин. Пустое множество в качестве множества ребер. Это нормальная совершенно ситуация. Причем, может быть вполне граф, в котором множество вершин не пустое, а множество ребер пустое. Вот я сейчас из оригинального графа кенигсбергских дорог, кенигсбергских мостов, буду выкидывать ребра, тем самым я буду, по сути, строить последовательность этих самых подграф. Понятно? Это так, чтобы вы знали слово подграф и не смущались, когда его еще раз встретите. Обязательно нужно его знать. Итак, вот, прошел Леонард Тейлер, мы эту дорогу зачеркиваем и подправляем степени. у этого графа, который с выброшенным вот этим мостом, у него получаются другие степени у вершин, а именно 3-1, 3-1. Но обратите внимание, у меня в этом маршруте сейчас начало и конец, и вот тут начало и конец, и больше ничего нет. А если у меня будет промежуточная вершина, промежуточный пункт в этом маршруте, то есть он пойдет куда-нибудь дальше, да, то у меня что произойдет? Еще раз минус 1, то есть фактически минус 2. То есть у промежуточной вершины в маршруте степень вершины уменьшается на 2. Естественно, что это подграфик, который следующим будет, подграфик, который рассматривает, в котором ребра, входящие в маршрут, выброшены. Так вот, у промежуточных вершин степень понижается на четное число. Понимаете? То есть вот это вот дело, оно на самом деле минус 2. То есть у нас у всех промежуточных вершин понижение четно, понижение степени четно. И только у стартовой вершины и у финишной вершины понижение степени может быть нечетно. У начала маршрута и у конца маршрута. Понятно? То есть если я, вы, а что будет, если я вынужден еще и завершить свою траекторию вот здесь, то есть я вышел туда, да, и вот я вернулся вот сюда, по вот этому мосту, что у меня получается? Здесь минус 2, а здесь минус 2, а поскольку начало является концом, то у меня минус 1 в начале и еще минус 1 в конце. Что можно сказать? что цикл, то есть маршрут, который является циклическим, то он приводит к чему? К тому, что у меня у начала, которое является концом, тоже понижение степени четно. Отсюда мы видим, что поскольку у этого конкретного графа количество вершин, я не прошу прощения, степени вершин у меня, 4 вершины с нечетными степенями, то по-любому нельзя совершить цикл Эйлера. Понятно? Нельзя совершить такой маршрут в этом конкретном графе. Решение этой задачи в общем случае очень интересно, но для этого, что мне требуется с вам сказать? Еще немножко дать определение, потому что мы столкнулись с таким понятием, как маршрут, нам немножко его осмыслить, прописать. Так. Стираем. Так. Одна еще вещь, которую я не проговорил, изоморфизм. Изоморфизм. Это очень важное понятие. Изоморфизм графа. Это отношение между графами, которое можно называть отношением эквивалентности. Графы А и Б называются изоморфными. А и Б изоморфными. Ну, графы А и Б изоморфными. А и Б графы А и Б изоморфными. существует отображение отображения. Я позначу индексами А и Б множество, да? В А В В В Да, прошу прощения, тут очень важный момент. объективное отображение. Вы же знаете, что такое объективность математики? То есть, взаимно однозначно. Это значит, что каждой вершине соответствует одна и только одна, и при этом каждый, который входит туда, есть, соответственно, оригинальная. То есть, область определения множества значений этого отображения совпадает с этими множествами. То есть, это взаимно однозначное отображение. Ясно? Думаю, ясно. Так вот, существует бейтигное отображение ВА в ВВ и ЕА в ЕВ. То есть, короче, ребро к ребру, вершина к вершине. При этом, да? При этом отношения между каждым конкретным ребром отображением и вершинами отображениями должны сохраняться. То есть, вот такое отображение, которое сохраняет нам все ребра. Понятно? То есть, если ребро между вершинами соответственно, там, не знаю, из графа А, вершина ХА и вершина УА были у нас смежными, соответственно, вершина ХБ и вершина УБ, которые являются этим результатом этого объективного отображения, они тоже являются смежными и то же самое ребро, оно этим отображением соответственно отображено так. Понятно? То есть, мы четко говорим, какому городу что соответствует и какому ребру что соответствует. Или, короче говоря, представьте себе это так, что у нас есть некий город, в котором есть какие-то дороги, которые как-то связывают какие-то вершины. И вот я говорю, давайте посмотрим, изоморфный ли, изоморфный граф. Построим альтернативный город по плану этого города. Но изоморфизм графов не предполагает никакого взаимного расположения, в смысле геометрического. Как именно выглядят эти ребра, как их тут нарисовать, это не имеет никакого значения. Понятно? То есть, между вот этим графом, давайте я назову эти вершины, я сейчас название вершин сохраню. На самом деле изоморфизм может название вершин не сохранять. Но я напишу название и сохраню эти названия. А, Б, С, Д, Е, Ф. Вот давайте нарисуем граф, который изоморфен этому. Вершина А, вершина Б, вершина Д, вершина С. Так, замечательно. А теперь Е и Ф. Вы знаете, я сейчас сделаю совсем, чтобы вам было забавно, и вы осознали, что такое изоморфизм. Вот вершина Д, вот она с вершиной С связана. Я вот ребро провел вот так вот. А еще есть вершины Е и Ф, которые связаны друг с другом и с вершиной Д. Е и Ф. Эти два графа изоморфны друг с другом. Не надо перерисовывать ровно так, как есть. Если вы поняли суть, вы можете нарисовать альтернативную свою какую-то версию, как это будет выглядеть. С точки зрения изоморфизма, графу абсолютно безразлично, как он будет изображен. Понятно? То есть нам вот эти вот, вот как они тут будут укладываться, так ли, не так ли, это не принципиально. Ясно? Это называется изоморфизм графа. Так, пока я не перешел к дальнейшим вещам, к маршрутным вещам, я пронесу еще одну вещь про планарность. Все графы, которые сейчас были на доске, пока что были без пересечения ребра. Но я только что произнес важную вещь, да? Оказывается, вообще не важно, как нарисовать граф. То есть можно так, можно так. Я могу нарисовать граф изоморфный вот такому квадратику. А, Б, С, Д. Я имею полное право взять его и нарисовать вот так вот. А, Б, С, Д. Я не ставлю здесь, это как это, на радиосхемах, да? Когда два проводка просто пересекаются и не стоят в жирной точке, то значит, что там нет спайки, проводки просто пролегают один над другим. Ну, может быть, не самый удачный вариант его отображения на плоскости, да? Но, тем не менее. Так вот, граф называется планарным или плоским. Если его можно нарисовать на плоскости без пересечения ребра. Логично, правильно? Планарный граф, значит, его можно нарисовать на плоскости без пересечения ребра. У нас это, меня лично это касаться не будет, в этом курсе информатики этого не будет. Да, но этот вопрос очень интересный. Когда рисуют граф, отображают, то стараются нарисовать, конечно, вот так, чтобы меньше путь. Но, тем не менее, пожалуйста, эти графы изоморфны друг к другу. Так. Ну что? Пора разговаривать. Пора разговаривать про маршруты. Пути и маршруты. Так, заморфиз мы с вами закрыли. Я стираю, потому что у меня одна доска рабочая. Пора разговаривать. Пора разговаривать. Так. Так, а есть ли кто-то, кто делает тех, кто дает келекции? Делает кто-то? Делает келекции? А? Ну, по кругу лекций. Ну да, вот эти. Если есть человек, я могу ему дать краткий конспект. Ну, не то, что конспект, такая заготовка моя, я две копии распечатал. Можно будет после лекции забрать. Так, да и вторую можно тоже забрать. Значит, дальше, что мы еще с вами будем разговаривать. Итак, про пути в графах. Про пути в графах. Пути и циклы. Ну, кратенько так, можно себе обозначить, про что сейчас говорить. Пути и циклы. Маршрут. Что это такое? Это конечная последовательность вершин, в которой каждая вершина, кроме последней, соединена за следующей последовательностью вершины и бронх. Маршрут. Тире. Последовательность ребра. Ребра. Так. Я, опять же, буду избегать строгих формулировок. Да. Последовательность вершин, да, где каждая соединена со следующей ребром. Тут написано еще кроме последней, но понятно, у них нет следующей. Где каждая, да, соединена со следующей ребром. Однако тут есть некоторая поправка. Тут есть некоторая поправка. Сейчас, где она? Последовательность ребер или реберша? Ой. Ой-ой-ой. Последовательность ребер. Это очень важно. Последовательность ребер. Да, где каждая. Сейчас, секундочку, тогда. Сейчас, тут некто, тогда точнее нужно сформулировать. Но это очень важно, что маршрут и последовательность ребер. А, слушайте, интересно. Вот здесь написано конечная последовательность вершин. Мне не нравится это определение. Маршрутом, давайте вот из Орграфа я возьму. Плохое определение в Википедии. Маршрутом в Орграфе, но сейчас Орграф не будем. Маршрутом в Графе называют чередующуюся последовательность вершин и ребер. Вот так. То есть, даже лучше вот так вот сказать, что последовательность... Ну, можно так. Знаете, проще маршрут. Это последовательность ребер, где каждое ребро... Там тоже возникает тонкость неоднозначности, что вроде у него каждого ребра есть, соответственно, смежная, как там называется, вершина общая со следующим. Нет, нехорошо получится. Ну, короче, давайте. Это последовательность вершин и ребер вида. Так будет проще. Итак, значит, что у нас там получается? В, 0, потом идет ребро. В, 0, В, 1. В, 0, В, 1, В, 2. Вершина В, 2, ребро В, 2, В, 3. И так далее до вершины В, F. В этом случае понятное дело, что В, 0 называется начало маршрута. И В, N, конец маршрута. В, 0, начало. В, N, его конец маршрута. Длина маршрута, длина маршрута, это количество ребер. Длина маршрута измеряется количеством ребер. Обратите внимание, что здесь нет никаких требований к тому, входит ли сюда вершина 1 раз или 2 раза в маршрут, или 10 раз. Входит ли ребро 1 раз или 2 раза. Представим себе простейший, один из простейших графов. Граф из двух вершин и одно ребро между ними. Можно вполне закономерно рассмотреть маршрут, который будет в себя включать, что? Вершину А, затем ребро А, Б. Поскольку ребра у меня неупорядоченные пары, надо, я могу записывать хоть А, Б, хоть Б, да? Потом вершина Б, соответственно, да? А, потом ребро А, Б, оно же Б, А, да? Б, А. Вернулись в А. Потом маршрут продолжается, это не конец маршрута. А, Б, да? И я оказываюсь в Б. То есть вот такой вот, это тоже маршрут. Понимаете? И я могу хоть 10 раз туда-обратно сбегать по одному и тому же ребру. Понятно? Так вот, чтобы как-то выделить такие маршруты, про которые более... Нет, это маршруты, про которые мысленно разговаривать. Можно. Но все-таки, чтобы их выделить отдельно, называют цепью. Цепь. Это маршрут без повторяющихся рёдов. Цепь. Это маршрут без повторяющихся рёдов. То есть вот это маршрут, но не цепь. Мне слово цепь, честно сказать, не очень нравится. Но всё-таки, оказывается, разница есть. Дело в том, что маршрут можно фактически пройти в одну сторону или в другую. То есть вот эта вот последовательность прохода маршрута. Ну вот если вы когда-нибудь ходили в туристические походы, то есть маршрут. И по этому маршруту можно пройти и так, и не так, и в обратном порядке. Правильно? Тоже все записочки со всех перевалов и вершин снять, всё это поразложить. Просто в другом порядке его пройти. И вот когда цепь, это просто, ну нет повторяющихся рёдов. И вот следующее понятие, оно чаще всего бывает, как раз фактически используется. Потому что нам интересно указать направление прохода маршрута без повторяющихся рёдов. И вот, да, прошу прощения, есть ещё промежуточное понятие, которое отдельно существует. Его тоже надо ввести. Простая цепь. Простая цепь. Более строго. Это цепь без повторяющихся вершин. Без повторяющихся вершин. По-моему, здесь можно сделать исключение для начала и конца. Хотя здесь это у меня не записано в определении. Но, по-моему, в простой цепи нет повторяющихся рёбер, очевидно, может. А вот путь, 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 это ориентированный маршрут. Ориентированный маршрут. Значит, ещё раз. Когда мы хотим подчеркнуть, что у нас есть маршрут без повторяющихся рёбер, то мы скажем, что у него цепь. Да? Если я хочу сказать, что я ещё и не один перевал, там ни разу, два раза не посетил, смотрю, или точку, да, конкретно, то, я говорю, простая цепь. Но при этом всё равно нет подчёркивания о направлении. Путь. Это просто ориентированный маршрут. То есть, пока что путь, он, это другая как бы ветка, да, то есть, есть вариант маршрутов, которые по устрожению цепь, а потом ещё простая цепь, да, а здесь путь, это устрожение, это понятие маршрут, но пока что всё можно повторять. То есть, вот этот маршрут можно было пройти в обратном направлении, да, а вот если я говорю, нет конкретно, только сининки, тогда я буду говорить, что это путь. Есть понятие простой путь. Путь, простой путь, это что значит? Что в нём не повторяются. Что в нём не повторяется? Сейчас. Простой путь, по-моему, простой. Путь называют простым, если рёбра в нём не повторяются. Ну, потому что там цепь, она уже требует этого, да? Простой путь, значит, у него рёбра не повторяются. Рёбра не повторяются. Хочется точно так же, как для цепи, да, взять и подчеркнуть, подчеркнуть, что и вершины тоже не повторяются. То есть, и два раза один город тоже не посещали. Это элементарный путь. Элементарный путь, это у которого ещё и вершины не повторяются. И вершины тоже. Ну, рёбра очевидным образом, если вершины не повторяются, то и рёбра тоже. У него и вершины тоже. Тоже не повторяются. Чаще всего вот такое устражение уже до элементарного пути не надо. Вот это устражение обычно уже не требуется. Обычно достаточно разговаривать про простой путь. И я могу теперь сказать вам... Нет, ещё чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, чтобы обобщить задачу Эйлера, произнести слова Эйлера в цикл Эйлера в путь, мне надо ещё сказать, что такое цикл теперь. Значит, есть такая вещь, как цикл. Цикл — это цепь, в которой первая и последняя вершины совпадают. Цикл — это цепь. То есть цикл принципиально не имеет упорядоченности. В неориентированном графе, в обычном графе, вот цепь. Цепь, в которой первая и последняя вершины совпадают. Цикл — это цикл, где первая и последняя вершины совпадают. Но это понятно, это очевидная вершинность. Так. Ещё что нужно избежать? Чтобы избежать вырожденных случаев, вводится понятие «простая длина пути», прошу прощения, количество составляющих рёбер, то есть точно так же, как и для маршрута. Путь или цикл называют простым, если рёбра в нём не повторяются. Это я сказал. Соответственно, для цикла то же самое. Простой цикл, рёбра в нём не повторяются. Мы не проходим по одной дороге два раза. То есть это исключает возможность сходить к висячей вершине по одному и тому же ребру. То есть заглянуть туда и выйти, так нельзя. Например. Но можно вполне закончить вершиной, которая висяча, или начать с ними. Понятно? То есть зайти по одному ребру и выйти, это тоже исключается. Хотя я это ребро прохожу в разных направлениях. Так. Ну что же. Кажется, всё. Итак. Простейшие свойства пути и цикла. Всякий путь, соединяющий две вершины, содержит элементарно путь, соединяющий те же две вершины. Уж если две вершины есть, между ними путь, то есть какой-то элементарный путь между ними. Всякий простой, неэлементарный путь, содержит элементарный цикл. Всякий простой цикл, проходящий через некоторую вершину, содержит элементарный подцикл, проходящий через ту же вершину. Петля – это элементарный цикл. Это простейшие всякие следствия, которые можно сформулировать. Я не знаю, надо ли их отдельно вводить. Здесь интересный момент дальше. О том, как мы можем обсудить связность графа. Связность графа. Я вот встретил другой способ это обсуждать. И мне очень нравится. Дело в том, что... Давайте введем понятие связности. Я не снижу, что он быстро выпустит. Нормально? Ну, уже было. Две вершины называют связными. Две вершины связны. Если что? Если есть цель, их соединяющая. Это понятно. Да, ну, можно сказать путь, но это уже не обязательно. Какая нам разница сейчас в этом направлении. Так, а вот теперь смотри. Вот такое отношение между вершинами, как связность, является отношением эквивалентности. То есть, если у меня вершина А связана с вершиной Б, а вершина Б связана с вершиной С, то очевидным образом я строю путь, то есть, ну, цепь, да, которая связана, связаны с вершиной А и С. Правильно? То есть, у меня вершина А и вершина Б связаны. Вершина Б и вершина С как-то связаны. Это не значит, что они между ними ребро. То есть, там вполне может быть куча ребер промежуточных. Вершина Б и вершина С связаны. То что получается? Из этого следует, что вершина А и вершина С связаны тоже друг с другом. Таким образом, внутри графа возникает, это называется, бинарное отношение, являющееся отношением эквивалентности. Да? А связано. Ну, как вот с равенством, да? Когда А равно Б, а Б равно С, то мы из этого можем заключить что? Что А равно С. Транзитивность по эквивалентности. Правильно? Вот у нас точно так же вот это отношение связности, А если уж две вершины связаны, и те две вершины связаны, то и все. Таким образом, у нас возникает так называемый класс эквивалентности. Класс эквивалентности. Знаете, что это такое? Ну, то есть, множество всех вершин, которые в этом смысле эквивалентны друг другу. То есть, они все друг с другом связаны. Ну, очевидно, попарно. Потому что, если уж они связаны одной из них, то они связаны и со всеми остальными. Понятно? Вот такая штука называется класс эквивалентности. Класс эквивалентности. Я не знаю, вводили вам это дело в математике или нет где-нибудь, да? В данном случае, мне нужно это понятие один раз использовать. Класс эквивалентности. Это очень интересная штука. Множество всех вершин в данном конкретном случае. Даже не знаю, вводить ли я ради этого это понятие. Класс эквивалентности. Множество всех вершин, которые связаны друг с другом. Максимально возможное множество, являющих вершин из этого графа. Я все-таки сотру, потому что оно мне служебно. Потому что класс эквивалентности. То более общее понятие. Много же конкретная частная вещь. Называется в графе, вот это подмножество вершин, попарно связанных друг с другом, называется компонента связности. Вот давайте лучше так. Компонента связности. Что это такое? Это подграф исходного графа. Подграф. Содержащий класс эквивалентности вершин по принципу связности. Содержащий все вершины одного из классов эквивалентности по связности. И все их лёбра. И все инцидентные им лёбра. Из-за него остается, содержащий все вершины, которые связаны друг с другом. Сейчас я посмотрю. Содержащий все вершины. Ну можно сказать, да. Раньше я так давал, но мне очень понравилась эта классная штука. Действительно, как я пытался раньше сформулировать чётко, что все вершины связаны друг с другом. Не очень понятно. То есть, может быть, все вершины связаны друг с другом, но не все возможны. И ещё к ним можно прибавить любые другие вершины. То есть, у меня, например, вот эти вершины все связаны друг с другом. Вот я говорю, это у меня компоненты связанности, а на самом деле есть ещё какая-то вершина, которая связана с ними, со всеми. Максимально возможно широкое множество в панграфе, которое... А тогда как мне объяснить, что в панграфе много компонент связанности может быть? Вот, например, по весенней распутнице карта России представляет из себя граф, в котором у меня есть несколько компонент связанностей. Даже не несколько, а довольно много. То есть, часть дорог отсутствует. И у меня возникает граф по определению. Это вполне себе один граф, а не два графа. Просто этот граф содержит два вот этих самых класса эквивалентности по связанности. Ну, или, короче говоря, две компоненты связанности. При этом уж если я включаю вот эти вершины в компонентус и говорю, это компонентно связанности, то я не могу включить их без дорог. То есть, это панграф, который вот вместе с дорогами. Уж вершины вместе с дорогами относятся к одному, его к одной компоненте, а к другой компоненте. Вполне изолированной вершиной является отдельной компонентой связанности. Понятно? Можно обсуждать такое понятие, как количество компонент связанности. Сейчас, неинтересно, есть ли на это дело? На компоненте связанности на компоненте связанности на компоненте связанности можно ввести расстояние между вершинами. Расстояние между вершинами можно ввести только на компоненты связанности, потому что там любые две вершины связаны. Соответственно, можно посчитать, сколько между ними рёбер минимально. Самый короткий из возможных путей, связывающих эти вершины, это будет расстояние между ними, сколько рёбер получилось. Значит, ещё один важный момент. Графт, в котором одна компонента связанности называется связанность. Связанный граф. Связанный граф. Это графт из одной компоненты. С одной компонентой связанности. Или, короче говоря, графт, в котором каждые вершины, входящие в множество вершин графа, связаны друг с другом. Между ними есть цель. Какие ещё слова можно ввести, связанные со связанностью? А что, если мы будем рассматривать вот такой граф? Вот давайте сейчас посмотрим на этот граф, который я уже нарисовал. Если у меня есть какое-то ребро, которое вот так соединяет, как сказать, критически важная дорога. Вот такое ребро называют мостом. Это мост. Как это формализовать? Это такое ребро, при удалении которого увеличивается количество компонент связанности графа. Мост – это ребро, при удалении которого количество компонент связанности увеличивается. Одну дорогу взорвал, значит, ещё кого-то отделил. Так, ладно, двигаемся дальше. Ну или смыл, хорошо, лучше смыло. Есть ещё одна вещь, и я вот здесь не вижу этого дела. Иногда бывает иначе. Иногда бывает, когда не мост, а вот представьте себе, вот как-нибудь вот так. То есть у меня есть вершина. вершина, вот так, сейчас вот слово мост я удалю, я стёр ту ситуацию с мостом. Вот такая точка, удаление которой, ну понятно, вершину удалить можно только вместе с ребрами. Нельзя удалить вершину, а ребра оставим. В реальной жизни, конечно, такое бывает, что это город, можно расформировать условно. Взяли, все уехали, а дороги, они остались, ведущие в это место. Но реально, но в графе так нельзя. Уж если эту вершину уничтожить, то количество компонент связанности увеличится. Так? Это называется точка сочленения. Точка сочленения. Очень интересно было бы, знаете, поставить вопрос, а можно ли каким-то автоматизированным образом, алгоритмически, проверить связность графа, связанный и не связанный, поискать мосты, поискать точки сочленения, найти цикл в графе, какой-нибудь, хотя бы какой-нибудь. И делать это не вот, ну, для этого нужно обсуждать, будет на следующей лекции, о том, а как вообще хранить графы в памяти. Итак, давайте с вами, раз мы все это обсудили, мы проговорили про связность, несвязность, да, я могу ввести понятие дерева. Я могу ввести понятие дерева, пожалуй, после дерева. Где? Ставлю кусочек. Ну, давайте, наверное, я дам здесь, я не буду сейчас стирать, хотя обычно я даю на полную доску, даже на полную. Все переписали? Когда я веду онлайн-занятие, я не вижу детей, которым я рассказываю лекцию. Они только пишут в чате. Здесь я хотя бы ваши глаза могу видеть, но все-таки, если я задаю вопрос, переписали или нет, вы мне это говорите, если можно. это не нарушение дисциплины. Нормально. Итак, деревья. Деревья давайте обсудим. Итак, что такое дерево? Альтернатива биологии, да? У нас уже были однопроходные, только не организмы, алгоритмы, да? Теперь дерево. Сейчас вы узнаете, что такое дерево. Дерево. В первую очередь, это связный граф. Вот кто забудет слово связный на зачете, тот получит сразу минус балл. Дерево обязательно связный граф. В нем обязательно одна компонента связанности, не может быть несколько. Если уж он связный, то есть если уж он дерево, то он связан. Связный граф, в котором есть три варианта продолжения этой фразы. в котором первый вариант продолжения этой фразы. Между любыми v1, v2, ну, понятное дело, принадлежащими его множеству вершин, есть только одна одна цепь. Что там, что там с цепями? Цепь это маршрут, в котором нет повторяющихся ребер. Ну, как простой путь, только не направленный. Так, отлично. Это между любыми вершинами есть только одна цепь. Вариант номер два. В котором связан граф, в котором нет простых циклов. Вспоминаю, что такое простой цикл. это цикл, в котором нет повторяющихся ребер. Ну, то есть, там просто нет вот таких циклов. Цикл вот такой вот, в котором мы бегаем, гасаем по одному лигу туда-обратно, это же тоже цикл. То, что вполне себе маршрут, да, бегать туда-сюда 10 раз, тоже вполне себе цикл, но он не простой. А простой цикл такой, где вот реально мы будем как-то вот обходить. Вот таких циклов в дереве нет. Третий вариант продолжения этой фразы дерева, это связан граф, в котором помните, я написал мощность множества вершин, мощность множества ребер, да? Вот я воспользуюсь этими. Мощность множества вершин равна мощности множества ребер, то есть, количеству ребер, да, плюс 1. Ну, можно по-русски записать, да? Количество вершин равно количеству ребер плюс 1. Эти три варианта продолжения вот этой фразы, это три разных варианта определения дерева. Любое из этих фраз, дерево это связано с графом, в котором нет простых циклов, можно взять как определение и доказать вот эти два как следствие. Можно взять вот это как определение, доказать вот это и вот это как следствие. Ну, красненько. Уж если между любыми вершинами есть только одна простая, если только одна цепь, то, значит, там точно нет циклов. давайте докажем от противного. А если все-таки там есть цикл, ну, значит, между двумя разрываем в любом месте этот цикл, да? Пожалуйста, вот предъявляем две вершины, между которыми две различных цепи. Так? Доказываем от противного вот это, что нет простых циклов. Ну, в общем, можно доказать. Вот это самая интересная ситуация, это чаще всего ставят как следствие. А идея вот какая. Уж если у меня какая-то вершина еще присоединена, то она присоединена ровно одним ребром. Вот у меня есть связный, очень важно, что он связный. То есть, я обязан связывать, вот я рассматриваю последовательность вершин, прибавляя очередную вершину из тех, которые являются смежными к уже имеющимся в данном подграде. Говорю, у меня есть еще одна вершина, которая смежная, давайте добавим ее, но ее надо добавить вместе с ребром. Понимаете? И каждый раз, когда я добавляю вершину, я добавляю ее вместе с ребром. Добавить просто ребро без вершины нельзя, потому что тем самым я создам что? Цикл, ну или альтернативные пути. Понятно? То есть, вот дерево, это вполне себе, вот это вот, это дерево. Это дерево. Похоже? У дерева, естественно, есть листья. Что такое листья, вспоминаем? Висячие вершины, они же, у меня вот она, висячая вершина, вот она, это листья дерева. Удивлены? Корня у дерева нет. Нехорошо. Давайте добавим корень дерева. Давайте добавим корень дерева. Корневое дерево. корневое дерево. Корневое дерево. Это дерево с выделенной вершиной. Дерево, в котором одна из вершин считается корнем. просто выделенная вершина, ее взяли и назвали, корень дерева. Давайте возьмем, ткнем куда-нибудь и скажем, это корень. Давайте ткнем в нее и скажем, это корень. Обратите внимание, что по определению данная конкретная вершина, которую я выбрал как корневую, она одновременно является листом. С точки зрения определения противоречий нет. то есть корень дерева вполне может являться висячей вершиной. Это допустимо. А может и не являться. Я могу выбрать другую вершину в качестве корня. Что мне дает укоренение дерева? Зачем это делать? Дело в том, что как только у дерева выбран корень, оно тут же становится иерархичным. Потому что если это просто под граф, в котором нет цикла, то у него непонятно, у него можно кое-какие характеристики ввести. Можно ввести диаметр. Вот у компонента связности можно, ну там, размер. Да? То есть максимально возможное расстояние диаметр. Максимально возможное расстояние между вершинами. Так, а у дерева корневого, у него можно дополнительно кое-что еще ввести. Давайте я сейчас сотру, возьмемся за эту вершину, поднимем вверх и потрясем. Ну или, короче, нарисуем изоморфный граф, в котором этот корень реально будет наверху. А остальные, я сейчас это буду делать методом перерисовки такой плавной. Соответственно, что у меня? Вот я поднял, начинаю трясти, фактически у меня вот эта вот вершина спустится вот сюда, да, и ее две вершины, которые были там, спускаются вот сюда. Да? Я чуть-чуть тут сотру. Вот эти две вершины, вот это вот спустится у меня вот сюда, да, а та вот вершина, тот листочек спустится еще ниже. У меня так получилось, что все листочки, они у меня вот тут висели. Вы знаете, я, наверное, верну ту вершину, которая у меня была, я ее нарисую изгибить вот тут. Слушайте, ну это же готовая иерархия. Да? Не знаю, там условно. Ректор, да, завкафедрой, старшие преподаватели, да, и преподаватели. А это секретарь ректора, напрямую подчиненный и являющийся в то же время не являющийся никому начальником. О, готовая иерархия. Деревья, они очень интересны с этой точки зрения, то есть я могу распределить их по уровням. Да? У меня есть нулевой уровень, да? У меня есть вершины, как горизонталь такая, да? Они не связаны друг с другом напрямую. Они связаны, но я имею ввиду, что они не являются смежными. Да? Они как по горизонтали друг с другом. Между прочим, есть в социологии такое понятие, как горизонтальные связи. Есть вертикальные связи, подчиненные, начальник. Начальник сказал, подчиненный сделал, подчиненный отчитался, да? Очень важно, чтобы в гражданском обществе, в нормальном обществе существовали горизонтальные связи. Межстуденческое взаимодействие, межпреподавательское, межзавкафедральное, межректорское. То есть вот эти вот, если оно и есть, то общество здоровое. Если и коллектив. Если горизонтального взаимодействия нету, то плохо дело обстоит. Но это так, это замечание про общество знания, не про нашу тему. Хотя дело, конечно, все это касается. Графы, они очень многое моделируют. Есть такое понятие, как высота графа. Высота графа измеряется в количестве ребер до корня. То есть, если у меня у дерева максимальное количество вершин до корня 1, вот это все нижнее сотрем, то высота 1. Если у меня только корень, а всех остальных вершин просто нет. Ну, одна вершина. Дерево, состоящее из одной вершины, может быть. Может ли существовать фирма, в которой один человек, сам себе начальник, нет подчиненных? Ноль уровень. Да, может быть, индивидуально предпринимать. Так? Это дерево. Одна вершина, графа из одной вершины, это дерево. А вот теперь самый страшный вопрос. А ноль вершин, дерево или не дерево? Вот, кстати, очень хорошо, что я не успел стереть определение. Отсутствие вершин. Граф, пустой граф, является ли он деревом. Вот если тут посмотрим, между любыми вершинами есть только одна. Но вершин нет. Значит, между любыми имеющимися есть. Ну, я вам рассказывал про это, да, что любой негр в этой аудитории, да, нобелевский лауреат. Каждый. Ну, если множество, вроде бы, по этому определению является, да. В нем нет простых циклов. Нет. А связанный ли это граф? Ноль вершин. Сложно сказать, да, связанный ли это граф, потому что связанность определяет через то, что для любой пары вершин, значит, вроде бы, раз для любой, а не одной пары нет вообще, значит, наверное, связанный. А вот третье определение дает однозначный ответ, пустой граф деревом не является, потому что количество вершин должно равняться количеству ребер плюс один. А у него ноль вершин и ноль ребер. У него эти количества равны друг другу. То есть первая вершина, она появляется без ребра. Понятно? Поэтому, согласно третьему определению, деревом пустой граф не является. Это очень важный разговор, потому что, если вдруг мы с вами, если вдруг, может быть, мы не успеем этот материал, но я очень надеюсь, что мы добередем с вами до программирования деревьев, я буду говорить про АВЛ, дерево и про балансировку. Ну, там возникнет вопрос, ну, а как там, ладно, даже просто в бинарных деревьях поиска, а как, вот пустая структура данных, в ней еще ничего нет. Вот вы должны понимать, что математически деревом оно не является, а фактически нам, конечно, хранить ее придется, значит, будет маленький переходик такой, конкретно от пустого к хранящему один элемент дерева, да, к структуре данных дерева. Отличайте математику, то есть реальную структуру данных памяти, которая будет как-то конкретно реализовываться от математического объекта дерева. Они будут, конечно, соотноситься, то есть мы вот эту всю математику будем приклеивать к компьютеру и к тому, как это реально хранить и обрабатывать. Так, я ввел понятие дерева, корневого дерева, бинарное дерево ввести несложно, у него, вот, соответственно, по две подчиненные вершины, да, они называются еще дочерними, не более, точнее, двух дочерних вершин может быть от нуля до двух. Понятно? А мы о высоте только для деревьев говорим? О высоте только для деревьев. Для связанного графа или для компонента связанности можно ввести понятие диаметра. Диаметр — это максимальное расстояние для всевозможных пар, входящих в компоненту или в связанный граф. Максимально возможное расстояние, да, расстояние определено как минимальный, минимальная длина пути, ну или маршрута, минимальная длина маршрута между двумя вершинами. Понятно? То есть есть такое понятие, как диаметр компонента связанности. Кстати, очень интересный момент, спасибо, напомнили. Диаметр дерева не превышает удвоенной его высоты. Диаметр дерева, ну давайте напишем, диаметр дерева, диаметр дерева, он меньше либо равен 2 умножить на h дерева. А вы же напомните, что высотой называли? А? А высотой что называли? Высота дерева — это максимальное расстояние от корня до листа. Ну, надо сказать, что чаще всего у дерева все-таки корень листом не называют, но по определению он может отказаться листом, если у корня нет, только один человек починил. Ладно. А что еще? Остовное дерево. Остовное дерево. Это подграф связанного графа, подграф связанного графа, включающий все его вершины. Ну, как мне это назвать? Я так это напишу. В дерево, да, ВОД, ОД, ОСТОВНОГО ДЕРЕВА, да, РАВНО В ГРАФА. Ой, РАВНО В ГРАФА. То есть, все вершины входят в этот подграф. Это краткая запись. И являющийся при этом деревом. Являющийся деревом. Являющийся деревом. Остовное дерево подграф связанного графа, при этом все вершины оригинального графа в него включены. И он является деревом. Нарисовать, как всегда, бывает проще, чем рассказывать. Вот представьте себе, что у меня есть какой-то граф. И вот я говорю, как экономный чиновник, что мне отсюда выкинуть, чтобы подешевле было содержать. Давайте выкинем отсюда лишние дороги. Вот эту дорогу не будем содержать. Вот эту будем. Эту будем, да, эту будем. А эту не надо. Зачем? Там же и так уже связано. Эту выкинем, а эту оставим. Эту оставим, да. Эту оставим. Давайте, эту оставим. Она дешевле в содержании. А я иду выкину. Нет, конечно, есть такое понятие, как минимальное остовное дерево, но для этого мне нужно ещё одно понятие сейчас ввести. Сейчас я введу. Понятно, что такое остовное дерево? То есть, возможность повыкидывать те ребра, которые дают циклы. Естественно, что это можно сделать по-разному. Остовных деревьев можно много наклепать. А, и каждый из них будет вполне себе остовное дерево. Среди этих деревьев можно выделить так называемое минимальное остовное дерево, количество ребер там всегда будет точно известно. Если у оригинального графа вершин n штук, и он связанный, то у основного дерева будет сколько ребер по определению дерева? n минус 1. Ну, в смысле, вот v, я сейчас назвал его буквой n. n минус 1 ребро. Пора ввести такое понятие, как взвешенный граф. И направлен граф или орграф. Кратко про вес графа. Это очень коротко. А, я знаете, что забыл сказать? А, нет, не забыл, это просто еще про орграф. Итак, ориентированный, сейчас, секундочку, вес, вес ребра, это некоторое число, которое записано за конкретным ребром. Давайте, очень коротко про взвешенные ребра. вес ребра. Так, это некоторое число, да, закрепленное за ребром. На самом деле, совершенно необязательно число. Весом ребра может являться и вектор чисел, и матрица чисел, а может быть и строка, и число, то есть, некоторое множество данных, которое приписано к ребру. Надо сказать, что существует такое понятие, и как вес вершины, но оно реже используется. Можно использовать, да, и приписывать какие-то числа к вершинам. Вполне можно, но взвешенно называется граф, у которого все ребра имеют вес. Взвешенный граф это граф, где у каждой вершины, у каждой В есть вес. Некоторое приписанное к этому ребру число. Это число может означать расстояние, стоимость проезда по этой дороге, время проезда по этой дороге. Если это граф, например, дружба,